Ребят, смотрите, очень важная история. Если вы что-то услышали и не записали, и не начали это применять, то через 72 часа нейроны имеют такую способность, они разрываются, и потом вообще происходит очень сложная штука. То есть мозг очень ленив. Если вы придумываете, приходит вам идея, и вы не приступаете к ее реализации, то мозг все меньше и меньше будет давать новых нейронных связей. То есть у вас, вот как здесь такая поговорка, да, если шанс был, и вы им не воспользовались, то в следующий раз он все меньше и меньше будет приходить. Я так понимаю, что многие здесь предприниматели, кто-то хочет стать предпринимателем. Так вот, смотрите, предприниматель — это самая опасная профессия, потому что она находится в классе пассионарности, а там смертность в 20 раз выше, чем средний человек. То есть предприниматели в среднем умирают и находятся в зоне риска в 20 раз выше, чем средний человек. То есть дальше вопрос простой. Вы видели, наверное, как в 50 лет выглядят предприниматели, да, и вопрос в следующем заключается. Они меняют здоровье на деньги, а потом за деньги пытаются купить назад здоровье, да, которого уже нифига нету. Поэтому минимальный джентльменский набор у каждого предпринимателя должен быть свой массажист, да, в обязательном порядке. Причем, ну, класса не просто массажиста, а класса, кто может делать веселярный массаж, кинезиолог там, ну и так далее, да, там есть дополнительные опции. Желательно там, чтобы он хиджаму мог ставить, пиявки и так далее. Я, кстати, к вам вылетал, я поставил себе 10 штучек пиявочек на всякий случай, потому что это вроде... То есть я не болел коронавирусом, да, ну, в смысле, ну, как там надо делать? Ну, там есть целые техники, да, собственно говоря, начинают от того, что можно каждый день дышать, утром вы ставите воду, дышите, и туда кидаете, значит, сборы разные травяные, потом соду добавляете, потом можно чашу или водку добавить этими парами. То есть разрывает все. А что за трава? Кавказские сборы. О чем я хотел вам рассказать? Значит, в процессе своего движения, вот к сегодняшнему дню, меня все время спрашивали, вот расскажи, Сергей, какие базовые вещи тебе позволили добиться успеха? И мы долго над этим думали, причем пошли по подходу, по следующему. То есть если этого навыка не будет, ты точно не добьешься успеха. Я сейчас назову пять основных базовых вещей, да, и я вам рекомендую, потому что, ну, а, кстати, я не договорил, предпринимательство, да, там должен быть свой массажист, свой наставник и свой тренер, то есть, ну, психолог, да. То есть без, ну, представьте, спортсмен, да, там, например, профессиональный спортсмен, баскетболист, у него обязательно есть свой массажист, психолог и тренер. Так вот, если раньше, собственно говоря, компании обязаны были иметь бизнес-план вперед на пять, на десять лет, да, на пятнадцать, а у нас на пятнадцать лет было видение, да, то есть, собственно говоря, мы создавали компанию и создали компанию номер один в мире. Ну, одну из лучших в мире, извиняюсь, и номер один в Европе по девелопменту, то есть никто не смог до сих пор ничего создать похожего. И сегодня это невозможно, сегодня нужно научиться такому фристайлу, да, то есть, когда с одной стороны у тебя есть план, а с другой стороны ты довольно-таки гибко смотришь, успеваешь вовремя реагировать и изменяться. Это очень непростая и нетривиальная задача, но большие компании не умеют так делать, они выбирают себе определенный курс и двигаются, двигаются, двигаются к нему. В этом и заключается преимущество маленьких быстрых предпринимателей. Кто здесь быстрый, поднимите руку. Остальные медленные, да? А остальные быстрыми станут послезавтрашнего дня. Медленность, кстати, вы знаете, это тоже такая очень важная вещь, вот, например, лень, да, лень, важнейший элемент. Вот женщина, да, ну, обычно, она может три раза ходить, сначала вилки принесет, потом тарелки, потом, значит, стаканы. Мужчина пойдет и попытается сразу все забрать, то есть сразу принести одной ходкой. То есть тут надо уметь, так сказать, с одной стороны, то есть у вас должна быть энергия, да, но ей нужно уметь управлять, потому что если вы, ну, вот, раскачали там себя энергетически, там всякие есть вот разные практики, там, не знаю, от йоги до холотропа до цигуна там и так далее, но у вас нет цели, вас разорвет, безусловно. И вообще в целом, то есть после этого будет спад там и так далее, поэтому все эти, ну, мое мнение, Тони Робинсон и технологии, да, они, конечно, хороши с одной стороны, да, но с другой стороны очень опасны. — Расскажи, ты говоришь много про энергию. Как начинается твое утро? Мы уже поняли, что есть элементы цигуна, есть травы кавказские. Вот что делать петербуржцам, как зарядиться с утра, чтобы было много энергии? Потому что те пункты, о которых ты говоришь, психолог — это ментальная энергия, кинезиолог. — Так, остановитесь, смотрите, да, остановитесь. Значит, энергия — это такая вещь, вы понимаете, да, что я делаю, и я с этого начну. Ну, во-первых, я практически очень редко, когда я кушаю до 12 часов дня. То есть я с утра пью воду, чай и, собственно говоря, там еще вот в чем нюанс. Как только ты поел, твое психоэмоциональное и биохимическое состояние изменилось. А когда, пока ты не поел, ты можешь в совершенно другом состоянии, ты стихи можешь писать. То есть, ну, как гораздо легче, то есть другая форма энергии, да. И вообще, вот мы, например, в компании сделали для себя практику. Мы до 12 часов, до 2 часов дня занимались бухгалтерскими вопросами, да, 0-1. А после 2 часов дня мы занимались креативным увидением будущего. То есть очень важно тоже, да, когда вы... То есть важно место, где вы делаете разбор полетов и делаете мозговой штурм, да, чтобы это было все-таки разное место, разное время, и не в одном моменте, да, потому что у человека иначе взрывается мозг. Но это отдельная история. Вы знаете, я думаю, что у каждого из вас уверен, точнее, да, что есть разные способы, каким образом вы меняете свое психоэмоциональное и биохимическое состояние. И вопрос заключается только в том, чем отличается ученик от мастера. Мастер знает, что ему, например, для того, чтобы, ну, скажем, Пушкин не начинал писать, пока не выпадал первый снег, да. И там есть люди, которые, например, для того, чтобы начать писать там, или как бы, стихотворение, неважно, текст, ждали, пока пробьют колокола на церкви. Кто-то опускал ноги в тазик со льдом, чтобы уменьшить кровоснабжение, увеличить в голове кровоснабжение и так далее, да. То есть технологий очень много, да, они там описаны от ламброзы, там, да, значит, современных там всяких методов. Тут вопрос в другом. Вопрос в том, что я бы все-таки рекомендовал бы не ставить хвост впереди собаки, да, а понять, что вы хотите. Вот мы анализировали там с командой, с такими, с физионерами с одними, пришли к выводу, что, например, для того, чтобы нормально более-менее прожить, ну, вот, жить, жизнь, да, то есть вы предприниматели, если вы выйдете на пенсию тогда же, когда и госслужащие, то нафига вы занимаетесь предпринимательством, то есть как бы базовая вещь, да, ну, вы хотите, то есть, чтобы был заработок, доход, да, а что такое пенсия? Это значит, у вас достаточно денег, чтобы не работать. Дальше вы можете работать, можете не работать. Вот мы проанализировали, это минимум 15 миллионов долларов, то есть, почему? Потому что воспитание ребенка примерно там от миллиона двести до полутора миллионов долларов стоит до 22 лет, да, более-менее с нормальным образованием, значит, там, ну, дальше, если вы на три-трое детей, это уже 4,5 миллиона долларов, собственно говоря, если вы на детей 4,5 миллиона потратили, то и на себя на 4,5 миллиона уже 9, да, там, туда-сюда, какая-то копеечка останется, чтобы был пассивный доход. Вот, собственно говоря, по-хорошему, да, вот у каждого предпринимателя, с моей точки зрения, да, должна быть цель, вот ты дошел, получил, у тебя есть 15 миллионов, да, дальше, пожалуйста, хочешь еще, там, значит, упражняешься предпринимательству, хочешь, значит, отдыхаешь там и так далее, да. Вот, у кого из вас есть вот такая вот цель, которая прописана вперед на 10 лет? Окей, неплохо, ну, относительно. Так вот, смотрите, значит, то я проведу исследование в 62-м году, и, значит, только когда спросили у студентов, у 3-х процентов студентов была написанная цель, у 17-ти была не написана, но они ее озвучили, остальные не смогли не озвучить ничего. Через 20 лет собрали их же, да, и посмотрели, вот 3% у кого была написана цель, они зарабатывали больше, чем все остальные 97 вместе взятые. То есть это простая техника, понимаете, потому что когда вы пишете, да, причем я рекомендую не вот в этом телефончике писать, да, а вот написать, вот, написать прям, понимаете, что написано пером, не вырубишься топором, понимаете, потому что когда вы пишете, там есть, кстати, такие переходы, мозг имеет квантовое сознание, мы не помним, то есть мы, что мы завтра будем помнить, что мы не помнили год назад, да, это неизвестно. И вот, собственно говоря, поэтому очень важно писать, то есть когда вы начинаете какие-то вспышки, которые у вас в голове, вот, кстати, очень важный момент, есть такая технология, да, если есть претензия, и ее нельзя написать, то это ваше больное воображение. Для женщины тоже очень важно, да, секундочку, напишите, а если под вашим, значит, претензией поставили три человека подписи, тогда точно можно предъявлять. Это очень круто, то есть это, имейте в виду. Я таким образом получил у Грефа в 2011 году 370 миллионов долларов кредит. То есть тяжелее кризис, прямо все там, это самое, на башню федерации. Значит, мне, ну, в общем, встреча, я приезжаю, Греф, значит, там, четыре вице-президента, и Герман говорит, вот у меня 15 минут, я еду к президенту на встречу, я говорю, хорошо, Германск, скажите, да или нет, даете или не даете кредиты, я пошел, какие проблемы, он говорит, да подожди, подожди, Полонский, ну ты же какой-то, а у меня ковенанты, все, запасы там вообще, ну, вот такой, Полонский, ну ты какой-то не такой, я говорю, Германск, очень прекрасная тема, у вас тут карандашики и листочки лежат, напишите, пожалуйста, какой не такой, я пошел. Он просидели, мы в итоге 45 минут, вместо 15, значит, опоздал на совещание к Медведеву, ну, значит, ну, у меня, в общем, федерация стоит, действительно, вот, поэтому, там, там много технологий, которые мы будем, то есть, бизнесмены, вообще предприниматели разговаривают на другом языке, предприниматели разговаривают языком цифр, вот, Володя Маринович очень хорошо, мой тоже друг, кстати, он будет, а, понедельник будет, то есть, у нас там понедельник еще есть вечером, интересный ужин такой будет, значит, и, что такое разговорить языком цифр? Вот, сейчас, простой вопрос, кто из вас знает пять цифр своего бизнеса? Только не спешите, вот, прямо вот, вы их сейчас видите, вот, знаете, конкретно, пять цифр своего бизнеса, окей, вот, уже неплохо, то есть, если вы не знаете пяти цифр, то есть, если у вас есть пять цифр, значит, вы управляете бизнесом, а если у вас нет пяти цифр, да, то, скорее всего, бизнес управляет вами, понимаете, то есть, ну, простая вещь, и это такие вещи, понимаете, они очень важны для вас, почему? Потому что вы, когда права, да, то есть, ну, права, там, Я понимаю, что кто-то покупал, наверное, просто права, но тем не менее, даже если вы купили права, вы хоть как-то изучали, как передвигаться, потому что это вопрос жизни и смерти, да, в конце концов. То есть к правам вы, так сказать, серьезно относитесь, а к предпринимательству все-таки относятся, как у нас говорят в правительстве. Давайте быстрее все становитесь предпринимателями. Вот у нас за пять минут можно зарегистрировать. Подождите, подождите. Так можно так зарегистрироваться, что у вас была маленькая квартирка, а позанимайтесь бизнесом, и ее не будет. Понимаете, да? Вообще, ребят, ну, то есть так в целом, то есть есть минимальные необходимые навыки для того, чтобы заниматься предпринимательством, да, по крайней мере, это профессионально. И вот мы как раз там завтра будем такое делать, полный разбор, но в частности, без чего точно не добиться успеха. Там пункт номер один – это бортовой журнал. То есть все гении ввели в обязательном порядке бортовые журналы, причем не в телефоне. То есть это отдельная история. И это не значит, что если вы будете вести бортовой журнал, вы станете гением, да, то есть, но вероятность такая. Я настоятельно рекомендую каждый день с утра, 21 минуту до начала работы, без телефона, с ручкой, с бортовым журналом прописать видение своего будущего дня. А в конце дня 7 минут на то, чтобы разобрать, как прошел день, и немножко набросать видение завтрашнего дня. Тогда вы будете примерно понимать, что у вас завтра за день. И вы будете абсолютно спокоен. Если у вас есть три навыка, и их можно соединить, то у вас появляется уникальность. Игра на скрипке – это навык. Рисование картин – это навык. Писать стихи – это навык. Но если вы пишете картины, играете на скрипке, значит, и пишете стихи, то, собственно говоря, соединение это все вместе позволяет вам стать Ван Гогом. Потому что Ван Гог как раз, то есть, комбинированное видение. И так далее. То есть, в том числе, скажем, если вы знаете, куда вы движетесь, и вы видите, что вам через 5 лет нужен будет английский, то английский учить через 5 лет глупо. То есть, нужно лучше час сделать, по 5 минут, там, ну и так далее. То есть, есть технологии. Меня там мастер один научил. Вообще, потрясающе работает. Это я сегодня, кстати, я сегодня, ну, мы так гуляли, что-то, я сегодня, удивительно, слушаю, я 3 часа спал, и вообще нормально. Еще зашел в спортзал, понял, и пробежался. У меня там мастер один научил, если, ну, элипсоид, да, 5 минут просто пробегись, разгони лимфу. 5 минут не лень, понимаешь? Так думаю, ну, полчаса всегда, знаешь, 5 минут бежишь, смотришь, нормально. Ну, еще бежишь, еще бежишь, еще бежишь. То есть, у Кая, то есть, есть такое понятие якоря, да, то есть, попробуйте вещи, которые вам сложны. Это то же самое английский, 5 минут в день. Вы просто договоритесь, что 5 минут в день вы учите английский. Ну, 5 минут в день точно никто не устанет. Но, во-первых, это позволит вам понять систему, прийти к системе, потому что порядок бьет класс всегда. Запомните, какой бы вы ни были гениальный, но если у вас не структурированы мысли, это все в пользу бедных, скорее всего, в дурдом. И вот такие вот вещи, 5-минутки, они в некоторой степени, во-первых, позволяют вам понять ваше физическое состояние, да. То есть, вы встали с утра, например, да, то есть, образно говоря, можно определять физическое состояние по приседаниям, да. То есть, по количеству приседаний там и так далее. Это тоже важно, потому что, ну, если нет энергии, то лучше там какие-то важные встречи перенести. Мы в последнее время вообще, я сторонник технологии, один день, одна встреча. То есть, в течение дня выбирается самая главная встреча, безусловно, другие тоже могут быть, но вы к ней готовитесь. Подготовка к этой встрече, это вообще отдельная история, там, за полчаса, там, ну, и так далее. То есть, целые процедуры. И, кстати, вот на такие важные встречи один на один никогда не ходите, потому что, когда два человека встречаются, это оппозит, это изначально, ну, как бы, другая энергия. А если три человека встречаются, то они нормально уже, в общем, могут о чем-то поговорить. Поэтому идите на важные встречи, берите с собой партнера, чтобы вы потом могли вернуться и обсудить с партнером, да, что было удачно, что было неудачно на переговорах, а не кота не носить себе в голове и так далее. Мы вообще, когда начинали бизнес в Петербурге, я начинал в Петербурге же тогда, и мы с партнером сидели вдвоем в одном кабинете. Вот я рекомендую, да, то есть вообще, с чего нужно начинать, когда многие говорят, вот я одиночка, да, вот время одиночек, оно прошло абсолютно точно. Если вы не сможете научиться коммуницировать друг с другом, передавать информацию, значит, там, решать конфликты, то есть, вот, ну, например, что такое партнерство, да, там, вот, у Володи Мариновича очень хорошо тоже прописано этот вопрос. Четыре вещи должны партнеры, о чем должны обязаны договориться. Первое, кто за что отвечает. Второе, как делится прибыль. Третье, значит, как определяется достижение результатов. И четвертое, как партнеры расходятся. Вот у нас в России, да, потрясающе, мне вообще, меня люди удивляют, значит, вот эти вот тренеры обычно говорят, то есть бизнес с друзьями иметь нельзя, да. А с кем делать бизнес-то, пацаны, я что-то вообще не понял. Во всем мире, наоборот, как раз стартапы, там, большой бизнес, может быть, там уже, когда миллиарды, там, ты уже, так сказать, не выбираешь партнеров. Но стартапы, ну, точно, абсолютно нужно запускать и начинать малый и средний бизнес только с теми, с кем вам комфортно, понимаете, да. А некомфортно почему? Потому что нужно научиться договариваться вначале. Если вы договорились вначале, вы потом не поймете, то есть вы будете знать, кто за что отвечает, как делится прибыль и так далее, что вам спорят. Наоборот, это классно, если вы катаетесь вместе, например, там, на сноубордах и делаете беды, беды. Только так большие дела делаются, поверьте, да. Очень важно находиться в пространстве людей, да. Даже Черниговская говорит, не читайте плохих книжек, не слушайте плохую музыку, потому что часть этой музыки и часть плохих книжек останется в вас, да. Поэтому, если вы решили стать предпринимателем, то, конечно, так сказать, лучше вложить время в то, чтобы находиться в пространстве предпринимателей, собственно, что вы и делаете, да. И это реально классно. То есть сегодня вы 5, а всего нужно 10 процентов. То есть, образно говоря, всего 2 дня в месяц нужно заниматься тем, чтобы вот как мы сегодня. И поверьте, через год вы не узнаете себя, вы не узнаете результаты, вы удивитесь. Но важно, конечно, безусловно, там записывать, там еще есть ряд вещей. Очень важно, чтобы вокруг вас находились люди тоже, которые тоже двигаются, да, потому что, как правило, вот вы приедете назад, да, там в свое сообщество, там где вы, там, обитаете и так далее. И вы же немножко все равно другими приедете, понимаете, да. А люди там остались те же самые. Им удобны вы те старые. Поэтому, когда вы идете на трансформационные всякие вещи, старайтесь по одному не ходить. Потому что одному очень сложно выдержать потом. Потому что вас попытаются вернуть назад то же состояние. Вот это. Что вы здесь шумите? Вылезла откуда-то. Слона не продаж. Да. И сегодня все-таки, ну, довольно-таки агрессивная среда, да. Поэтому старайтесь себя оберечь и от плохих новостей, там, телевизор, ну, я надеюсь, никто не смотрит. Вот. И люди тоже самое, да. Поэтому, кстати, это не просто так. Говорят, вот с кем поведешься, того и наберешься. Вот. Поэтому вы молодцы.